Здравствуйте! Вот так у нас называется наша сегодняшняя передача. Это примерно почти как портрет Дориана Грея, только у нас, значит, портрет Бойля Мариотта. Я вот всё перед началом ко всем приставал перед началом нашей передачи. Что же такое был Бойль Мариотт? С бородой ли он на портрете? Или в парике ли он? И кто он по национальности, англичанин или француз? А народ не понял подоплёки вопроса. А подоплёка такая, когда я был маленький, я всегда слушал радио всякое, поучительные передачи познавательные. Вот там была такая шуточная передача. Там, значит, у кого-то над столом рабочим висел портрет Бойля Мариотта. Но портрет Бойля Мариотта – это портрет несуществующего лица, никакого Бойля Мариотта не было. Были по отдельности Бойль, англичанин, и Мариотт, француз, которые открыли один и тот же закон. Но вот исключительно заради прикола у нас так и названа сегодняшняя передача. Но пойдёт речь в нём, естественно, не о портрете несуществующем, а о существующем и весьма существенном законе Бойля Мариотта. Итак, краткое содержание предыдущей серии. Были установлены два закона – Шарля и Гея Люссака. О чём мы толковали законы? Законы толковали о том, что при постоянном объёме давление пропорциональной температуре. При постоянном давлении объём пропорциональной температуре. Я вот так вот легко говорю, и причём, значит, опускаю очень важные вещи. Чей объём, чьё давление? Объём, значит, порции газа, давление – порции этого газа. Как делается опыт с постоянным объёмом? Берётся некая, так сказать, ёмкость фиксированного объёма. Мы, конечно, понимаем, что во время эксперимента этот объём может меняться, за счёт теплового расширения стенок этого сосуда, что-нибудь в этом роде. Но это мы опускаем. Берётся, значит, постоянный объём. Или берётся некое очень сложное достаточно сооружение, где фиксируется давление, и постоянно подбирается нужный объём при различной температуре. Мы смотрим, как он там, значит, расширяется при постоянном давлении. Ну, давление можно фиксировать там с помощью пружины, там, или ещё чего-нибудь, вы меня понимаете, да? То есть, вот, постоянно сжатая как-то пружина, это она вот фиксирует определённую силу, давящую на поршень, там. Ну, я так выдумываю всякие-то модели. Хотя, значит, наука – вещь сложная, всё время надо что-то придумывать в плане экспериментальной базы. Оба эти закона, что Шарля, что Гей Люсака, их, собственно говоря, можно за один присест изображать, меняя только обозначение. Вот оно, при постоянном давлении так ведёт себя П. Толковали уже, что вот эта вот зависимость П от температуры, вот это вот всё можно было пунктиром провести, да, «бы». Потому что это вот реально никто во времена Шарля и Гей Люсака не измерял, и Бойли Мариотта тоже. Температура холоднее, минус 40 градусов Цельсия, практически недоступны для, так сказать, исследователей, вот без специальной техники современной, более-менее современной техники, там, скажем, 19 века хотя бы. Вот это всё, это только вот продолжение. Продолжение – это прямой. Насколько, значит, точно надо было измерять все здесь точки. Минус 273 градуса Цельсия. Здесь эта прямая пересекается с осью, значит, температуры. Значит, при вот такой вот температуре считайте, что, значит, давления никакого не будет. А вот это закон Гей Люсака. Тут наоборот, постоянное давление – переменный объём. Значит, объёма никакого не будет при такой вот температуре. Что это значит? Ну, это значит, что вот сжимается, сжимается, сжимается газ, скукожился окончательно и превратился в ноль, да? То есть, сжался до такого состояния, что ничего кроме самих молекул не осталось. Не осталось, что, собственно, в газе здесь кроме молекул, а пустота между ними. Они же носятся, как сумасшедшие. Вот. И вот, значит, между ними есть пустота. А вот при такой вот температуре, минус 273 градуса, пустоты уже не остаётся. Газ, значит, должен сжаться вот до нулевого объёма. Так вот получается. Конечно, он так не сожмётся, потому что у газа, у молекул газа есть объём собственный, да? То есть, меньше его-то уж не будет. Но, тем не менее, вот в экспериментах получились такие данные, которые позволили предсказать температуру абсолютного нуля, минус 273 градуса. Вот он, абсолютный ноль. Абсолютная шкала температур. Если у нас температура, вот когда я был маленький, называли ещё так, абсолютная температура измеряется в градусах Кельвина. Потом пояснили, что в системе Си нет единицы градус Кельвина, есть просто Кельвин, единица измерения абсолютной температуры. Ну, вот, с очень хорошей точностью, достаточно для бытовых измерений. Температура, значит, таяния льда или замерзания воды 273 градуса, простите, 273 Кельвина, вот так говорилось, 273 градуса, сказал. 273 Кельвина или ноль градусов Цельсия, вот так вот. Ну, что же, собственно говоря, трактуют эти два закона? Законы, собственно говоря, очень сильно связаны с идеей фиксирования, скажем так, регистрации теплового расширения тела или сжатия тел. Фиксируют они следующее, что, оказывается, получается у нас в свете вот этого Т-273, температура минус 273 градуса, вот эта температура абсолютная в Кельвинах, плюс, то есть. Значит, это есть не что иное, как следующее утверждение. Объем пропорционально абсолютной температуре, давление пропорционально абсолютной температуре. Ну, соответственно, при постоянном давлении объем пропорционально, а при постоянном объеме давление пропорциональной температуре. Что же получается? Получается любопытная вещь. Отношение просто-напросто, значит, пропорциональное, пропорция. П1 делить на П2 – это то же самое, что Т1 делить на Т2. Это если В константы, если В1 равно В2. А вот если П1 равно П2, тогда В1 делить на В2 относится так же, как Т1 к Т2. То есть, объем газа при одном и том же давлении, объемы его относятся так, как относятся температуры, при которых этот объем находится. Вот такая вот живая и здравая мысль. Можно чуть-чуть переиначить это выражение. Видите, вот, перетащил я вниз, и получилось П1 на Т1, то же самое, что П2 на Т2. Это при постоянном объеме. А при постоянном давлении В1 на Т1, то же самое, что В2 на Т2. То есть, получилось, что при постоянном объеме П делить на Т – константа, а при постоянном давлении В делить на Т – константа. Вот я так вот переформулировал, более так вот, как-то современно, наукообразно, законы Бойля, Мариотта и Шарля, простите, Шарля и Гейлю Сака. Гейлю Сака – это, кстати, один человек. Ну, вот как, нормально или ненормально? Да всё нормально. Но есть ещё закон Бойля, Мариотта, который гласит следующую вещь. Что давление объёма газов при одной и той же температуре, при постоянной температуре, обратно пропорционально его объёму. То есть, проще говоря, в более принятом виде, это вот так, как надо с пропорцией поступать, крест-накрест от члена перемножить, П2В2 должно равняться П1В1. Вот оно. То есть, ПВ – константа, если только Т – константа. Вот такой вот замечательный закон, очень полезный и удивительный, и вообще, по-моему, самый популярный. Выражается он очень красивой формулой. Это гипербола. Гипербола П обратно пропорционально В. Вот оно, по гиперболическому закону, вот так вот он всё красиво, и такая вот гипербола. Но при всём при этом температура константа. Что будет, если температура больше, знаете, да? Ну, вот я пока не знаю, делаю вид, что не знаю. Если температура больше, то гипербола будет проходить, ну, другая будет гипербола, будет проходить выше. Если температура меньше, а эта гипербола будет ниже как-то вот проходить. Вот такая вот гиперболическая зависимость. Это я похвалился тем, что знаю, хотя не надо этого делать было. Это я тоже знаю. Вот он, собственно говоря, закон Бойля-Мариотта. ПВ константа, если Т константа. Произведение объёма на давление, постоянная величина, если только абсолютная температура этого газа, постоянная величина. Ну, давайте попробуем на эту тему потолковать. Вот у нас ещё закон Шарля и закон Гей-Люс-Сака. И что нам хочется сделать? Ну, давайте поиграем в такую игрушку. Вот есть у меня объём газа. У него давление, объём и температура известны. И собираюсь я его перевести вот в такое состояние, где у меня давление, объём и температура тоже известны. Вот удастся мне перевести его из одного состояния в другое или не удастся? Наверное, удастся. Естественно. Потому что можно нагревать, сжимать, там, как сказать, расширять, да? Это процесс обратной сжатия. Я буду хитро делать. Я проведу его сначала через состояние вот такое вот промежуточное, где В уже такое, как здесь, В2, а Т температура ещё такая, как в исходном состоянии. То есть я при постоянной температуре, называется это изотермический. Вот я вам всякие слова хочу рассказать. Изотерма – это когда постоянная температура, изобара – когда постоянное давление, и изохора – это когда постоянный объём. Изохорический процесс. А вот здесь будет у меня изохорический процесс, да? Вот видите, вот. Изохорический процесс – это как раз, значит, закон Шарля. При изохарическом процессе давление пропорциональной температуре А вот этот процесс изотермический При изотермическом процессе ПВ есть константа Ну что, давайте поиграемся Что тут у меня есть? Вот у нас первый переход, вот этот изотермический процесс Т у нас постоянный, Т1 И что у нас получается? А мы сейчас ПХ посчитаем Это очень запросто получается П1В1 это то же самое, что ПХВ2 Ну отсюда, недолго думая, находим, что ПХ Вот так вот, обратно пропорциональной температуре П2 делить на Т2 Ну и сейчас вот умножим на Т1 Вот мы его и получим Тот самый ПХ, да? Это когда В2 констант Ну что, давайте дальше потащимся Вот он, Т1 делить на Т2 умножить на П2 Это вот ПХ, да? ПХ Вот это вот такое вот замечательное выражение Да? Отсюда мы Так Это мы что собрались сделать? Это мы сейчас собрались с вами Его расширять Вот, при постоянном объеме Вот он Это вот по закону, значит, так сказать, Шарля Изохарический процесс устроим При постоянном объеме будем менять давление Какое теперь будет давление П2? Ну, вот это соотношение П на Т, П на Т Что оно будет себя представлять? А вот оно что будет представлять, да? И отсюда мораль П1 В1 Равняется ПХ В2 Это вот первый наш процесс, когда был переход изотермический В промежуточное состояние И что получается? Получается вот такая вот вещь Осталось только разделить на Т1 И вышло Что П1 ПВ делить на Т Это постоянная величина Некий сохраняемый, значит, величина Это, как вам сказать Это называется обобщенный газовый закон Иногда его связывают с именем Менделеева-Клаперона Да, вот его называют так закон Менделеева-Клаперона Но это еще пока не он Чему это все равно? Значит, ПВ делить на Т равно константе Вот значение этой константы, когда мы сейчас сюда напишем Это и будет обобщенный газовый закон Уже перейдет Будет иметь название уравнение Менделеева-Клаперона Так вот, оказывается Есть смысл утверждать следующее Что если мы возьмем фиксированное количество Фиксированное количество вещества Скажем, один его моль Один моль очень хорошо было брать Молярный объем Помните, мы химию, так сказать, проходили В малярном объеме содержится такое количество вещества Которое по массе равно его атомному молекулярному весу в граммах Только выраженному Да, вот молекулярный вес только умножить на граммы Да, вот такая вот Не в углеродных единицах А, значит, в этих самых граммах Да, вот такая вот штукаверть получилась у нас А чем больше молей, тем, соответственно, больше будет Р Вот это вот Р называется универсальная газовая постоянная Ее величину, в общем-то, я даже как-то помню иногда 8,31 Джоули делить на моль на Кельвин Вот, на каждый моль вот такое количество Кстати, ПВ, удивительно, но это так Давление умножить на объем Это имеет размер на Джоули Давление Ньютона делить на квадратные метры Умножить на объем, на метры кубические Квадратные метры с кубическими сократятся И получатся просто метры Ньютона умножить на метры Это работа, то есть это будут как раз те самые Джоули Да, вот так вот Ну вот, такая вот универсальная газовая постоянная Называется она И закон выглядит очень даже красиво В каком смысле? Вот посмотрите-ка Что это такое? Это то самое ПВ А вот вместо Р я написал следующую мудрую величину Н умножить на К Знаете, что такое Н? Н – это количество молекул Решил относить не к сухому, такому вот Ни к чёмному, ненужному Значит, состоянию Обозначению, которое называется моль Ни к чёмному, ненужному Это, конечно, сказано коричо, да? Нет, ну вот ни к чёмному и ненужному Оно такое абстрактное Какие-то граммы Какие-то там, понимаете ли Единицы измерения, да? Ну, несерьёзно это как-то Правда? Несерьёзно Ну вот, какие-то граммы, количество вещества Вес которого в граммах равен Его молекулярному весу Вот это вот сколько там молекул А в ту пору это ещё было неизвестно Сколько там молекул Ещё Перрен не провёл свой знаменитый опыт И не определил число Авагадра А число Авагадра Я вам как-нибудь расскажу Замечательные вещи Определение числа Авагадра Заодно ещё числа К Вот Авагадр был, а числа его ещё не было Авагадр умер, а числа всё ещё не было Наконец, пока Перрен его не нашёл Это число Ну так вот Что я вам хочу сказать Хочу вам сказать следующее Что вот в этой замечательной формуле Значит, фигурирует некая величина Это её называют константа Больцмана Которая относит вот этот вот объём С давлением ПВ К одной молекуле Вот если у нас возьмётся одна молекула Это, конечно, предельный случай Вот Н равно единице Одна молекула То она будет занимать такой вот объём И создавать вот такое вот давление При вот такой вот температуре Ну, вообще говоря, чувствуете Некая вот загенотика Одну молекулу держать в одном объёме Как-то вот не получится, наверное Нет, конечно Это вот произведение объёма и давления Отнесённое к температуре И отнесённое к одной молекулке Вот она 1,4 приблизительно Это я округлил На 10 минус 23 джоуля на кельвин Вот эта вот величина В принципе говоря Скажем так По порядку величины соответствует Я вот скажу нехорошую, неправильную вещь Никогда это не повторяйте Соответствует теплоёмкости одной молекулы Вот никогда это больше не повторяйте Только я это говорю Больше никто не говорит Пускай Это вот мы нагреваем газ на 1 кельвин А вот одна молекулка приобретает энергию Вот порядка этой величины Не совсем такую Но порядка этой величины Потом разберёмся Какой она величиной приобретает энергию Это, кстати, очень важно на самом деле Вот Вот это вот, собственно говоря Наверное, такая самая физически прозрачная форма записи Уравнения Менделеева-Клаперона Где фигурирует не количество молей А количество молекул Ну, такая вот более Более, что ли, объективная форма Чем предыдущая Ну, и так Вот смотрите, к чё я вам хочу сказать Вот оно наше Замечательное уравнение Менделеева-Клаперона Тем не менее, будем его писать с молями Всё как положено Значит, для одного моля ПВ на молярный объём Это будет РТ На объём одного моля При данной температуре И данном давлении А вообще, для произвольного количества молей Вот оно Масса делить на мю Мю – это вес одного моля Вот оно Количество молей газа Количество молей газа Некоторые энтузиасты обозначают её буквы ню Другие буквы н Третьи буквы и Я прямо вот ничего не решился выбрать из них Вот напрямую так написал М делить на мю Вот такая вот полезная, в общем-то, вещь Вот оно, что это такое есть Уравнение Менделеева-Клаперона Картинка Кубик Пустой кубик А внутри летают молекулы Знаете, что это такое? А это такая модель Фактически мысленный эксперимент Вот мощный, очень мысленный эксперимент Я всегда вот ратовал за то, что нехороший был подход В античности Такой вот Аристотелев подход Когда всё пытались постичь логикой Предположением, мышлением Но, тем не менее, в современной физике Опирающейся на богатый экспериментальный материал Есть мысленный эксперимент Который, значит, позволяет понять Возможность, значит, реализации какой-то ситуации Или абсурдность какой-нибудь идеи А тут вот этот мысленный эксперимент Помогает Помогает вычислить Совершенно сокровенные вещи Вплоть до массы молекул и её скорости Ну, сейчас я вам расскажу Значит, есть такое предложение Вот давайте рассматривать кубик Может быть, это кубический сосуд На стенке сосуда газ оказывает давление Кстати, не так уж и важно Есть там стенка или нет стенки Или это просто кубик Мысленно вырезанный в огромном, так сказать, газовом таком вот облаке Может быть, это вообще в земной атмосфере вырезали Или в огромном газгольдере В котором Газпром хранит запасы газа Неважно, где он это делал Вырезан? Ну, вырезан Так вот, давление Что на стенку оказывается Если здесь оказалась стенка Что вот просто вот тут вот оно Вот давление, да Вот в этом месте Вот окажись кто-то в этом месте На него будет давить с такой силой Может быть, так Ну, поставим стенку для убедительности То же самое И вот летает в этом кубике молекулы летают Как они движутся? Давайте так вот примитивно разберем Одна треть молекул движется в этом кубике Я вам сейчас покажу, как Вот от этой стенки к этой стенке Вот как этот вот красный молекул Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-т Внутри они делают вот этот звук. Звук тык раздаётся, когда он удаляется о преграду, о стенку, и создаёт давление. Вот он, кубик, одинаковые размеры рёбер у него, иначе бы он не был кубиком. Одинаковые молекулы в нём летают. Мы удосужились нарисовать только одну. Нас не хватило на целые авогадра этих молекул. Значит, вот она, масса молекулы, вот она её скорость. Мы решили так, что вот одна треть молекулы вот такие, как вот эта. И что же они делают? Сколько вообще всего молекул в нашем объёме? Вот оно, n число молекул, а то, знаете, вот такая величина. Я даже не знаю, как её лучше назвать, чтобы правильно меня поняли. Я вот так вот на своём, так сказать, привычном мне более-менее профессиональном жаргоне называю её плотность молекул. Это сколько молекул в единице объёма. Это не плотность самой молекулы, самого этого шарика, который там где-то летает. А это вот сколько молекул приходится на одну единицу объёма. То есть, общее количество молекул разделили на весь объём. То есть, вот это общее количество молекул, что в кубике, n большое, разделили на объём кубика, l в кубе. Ну, а чтобы, соответственно, получить количество молекул в кубе, это мы плотность молекул, то есть, или концентрацию, если хотите, столько молекул виднится объёма. Да, вот как вам больше нравится называть? Вообще концентрацию как-то вот не называют, но смысл очень хорошо подходит. Значит, концентрацию этих молекул, или плотность, как я привык говорить, умножается на объём этого кубика, на l в кубе. Вот сколько их там молекул. Одна треть – это наши молекулы. Это те, которые бьются, а вот ту вот заштрихованную стенку. Вот об эту заштрихованную стенку бьётся одна треть всех находящихся там молекул. Эксперимент мысленный. Вот они. Вот она, одна треть. nl куб делить на 3. n – это вещь, которая зависит, в общем-то говоря, от объёма, согласитесь со мной. Вот это самое количество вещества находится внутри объёма, сколько-то молей. И вот какое бы ни было давление, какая бы ни была температура, до тех пор, пока это будет оставаться газом, вот эта вот плотность, она там вот не изменится. Что же тут происходит? Давайте дальше смотреть. Значит, молекулка движется от стенки до стенки, от стенки до стенки. Длина у неё какая полёта? Сюда прилетела, ударилась. Раз, сюда полетела, ударилась, два, сюда отскочила. Значит, как? Время между двумя последовательными ударами в эту стенку каково будет? Вот она ударилась, отскочила, раз, пролетела, два, пролетела и опять ударилась. Две длины, два ребра, два l. Вот два l делить на v – это будет время между двумя соседними соударениями одной молекулы. То есть, в единицу времени ударяться будет уйма молекул. n делить на 3 – это общее количество молекул, которые там есть, и каждый из них за время дельта Т один раз ударится. То есть, в единицу времени вот столько ударов произойдёт молекул. Вот, вот столько вот. Если всё правильно записать, это будет вот что. nl куб v делить на 6 l. nl квадрат v делить на 6. n – значит, плотность. l квадрат – это площадь грани нашего куба. И на скорость умножить и делить на 6. Вот оно. Сколько в единицу времени раз ударится молекула. Всё нормально. Здесь единица на кубический метр в размерности n плотности. квадратный метр. Здесь метр делить на секунду. В результате все метры сокращаются, остается единица длительной секунды. Вот столько в секунду ударов будет испытывать та вот заштрихованная сторона нашего кубика. Каждый раз, когда эта молекула ударяется, она изменяет свой импульс на прямо противоположный. И отдаёт часть импульса от стенки. Вот этот имп. Я даже до него отдельные буквы не придумал. Знаете почему? Потому что обычный импульс обозначает той же самой буквой, что и давление буквой P. Вот он, импульс передной стенки. Вот он, mv будет равняться минус mv плюс импульс. Это было до удара. Молекула двигалась к стенке, вот скажем, слева направо. После удара стенка получила отдачу. Вот он, импульс. А молекула ещё движется в обратную сторону. Минус mv. Но отсюда понятно, что импульс будет два вот этих вот mv. Вот два mv будет импульса. Вот она ударяется, ударилась m, обратно полетела со скоростью минус. А сюда отдался импульс. Вот так вот. Как от стенки горох. Отскакивает молекула вот от этой стенки. Вот он, импульс, переданный одной молекулой стенки. Импульс, переданный в единицу времени, это сила. Это так гласит закон Ньютона. Второй закон Ньютона, одна из его формулировок. Как видите, мы всё время обращаемся к механическим всяким законам, к механическим аналогиям. Никуда без них. Вот механика – это основа всей физики. Хотел сказать, основа наук. Ну, думаю, ладно. То обидится там, товарищи философы, языковеды и прочие учёные люди. Потому что вроде как к языковедниям механика, наверное, всё-таки отношения не имеет. Вот. Ну, вот как. Вот он какой силу. Останется только нам силу разделить сейчас на площадь, на L-квадрат, и мы получим давление. У меня прям руки. Руки. Ничего с ними не случилось. Нет. Я думал, что я волнуюсь. Оказалось, что нет. Я знаю, чем всё это кончится. Я эту историю уже рассказывал один раз. Значит, смотрите. Вот она, наша сила. Что он? Импульс делить на Δt, да? Мы тут считали. Значит, вот оно, Δt наше. Вот он, переданный импульс. 2 МВ. Вот оно количество молекул, которые вот этими фокусами занимаются. Значит, что же получается? Ну, все наши формулы подставляем нашими расчётными. NL-квадрат, M, V-квадрат, делить на 3. Вот она сила, сила с которой давит. Осталось разделить на L-квадрат на площадь, и мы получим давление. Вот разделили на площадь, и это оказывается 1 треть NMV-квадрат. Вещи очень хорошие и понятные. Масса, плотность молекул, да? Плотность молекул в единице объёме, а это масса одной молекулки. А вот это вот V-квадрат, скорость молекул. Обратите внимание. Из всех этих величин, по крайней мере, 3 величины, измеряемые экспериментально. Давление. Ну, для этого тут у нас всякие барометры есть. Померяем. M умножить на N. Вот оно количество молекул в единице объёма, а это масса одной молекулы. Получается, это масса в единице объёма. Это плотность газа. Это можно откопать, достать, взять из справочника. Плотность газа при, скажем, нормальном атмосферном давлении и нормальной температуре, то есть 0 градусов Цельсия. И таким образом можно оценить скорость молекулы при температуре 273 градуса Кельвина, 0 градусов Цельсия. Что это такое? Mv-квадрат пополам. Не узнаёте? Кинетической энергии. Получается, что вот этот элемент, который у нас там был, Mv-квадрат, это на самом деле удвоенная кинетическая энергия одной молекулки. Ещё один пассаж у нас возникает, что давление на самом деле связано со средней энергией молекулы. 2 трети N умножить на эпсилон. Тоже очень важная вещь. Если предыдущий наш пассаж, вам понятно это слово, надеюсь, предыдущий оборот мысли, он позволил нам вычислять скорость молекул, не зная, скажем, ещё достоверно их массу, но скорость уже будем знать из таких вот измерений, макроскопически, что называется. Но тут, получается, мы получили связь между давлением и, значит, энергией. Ну-ка, 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 тут получаются очень интересные вещи. Так, ну, во-первых, давайте разберёмся. Давление действительно, вот по размерности всё здесь проходит, нет? Размерность давления должна быть равна паскалям, ньютон на квадратный метр. Плотность вот этих самых молекул, как я назвал, то есть их концентрация, единица на метр кубе, единица измерений, да, энергия джоули. То есть, получается, ньютон умножить на метр, делить на кубический метр. Вот это вот метр почему-то латинский, а тут русский, но это одно и то же. И получается ньютон на квадратный метр, паскаль. С этим всё в порядке. Это я просто делаю вид, что я волнуюсь и перепроверяю себя лишний раз. Что же у меня тут получается? Получается известный факт, что при постоянном объёме работает у нас закон, так сказать, Шарля. П делить на Т равняется константе. П на Т равняется константе. Это что же получается? Вот он у нас П. Две третьих Н эпсилон один. Две третьих Н эпсилон два. Это давление при другой температуре. Вот это соотношение будет соблюдаться при постоянном объёме. Это значит, что эпсилон пропорциональной температуре, что энергия молекулы пропорциональной температуре. Вот в моих вот рассуждениях, и в тех рассуждениях, с которыми, помощью которых меня, значит, посвящали в физику, вот первый раз встречается такое вот научно обоснованное, ну или как бы научно обоснованное доказательство того, что энергия, кинетическая энергия молекул пропорциональной температуре. До этого это была гипотеза, которая, тем не менее, прекрасно работала. Вот так вот прекрасно работала и соответствовала всему, чему положено ей соответствовать. Ну что ж, давайте посмотрим, во что всё это выливается. Итак, мы выяснили, что энергия молекулы пропорциональна температуре газа. Энергия молекулы в газе, видимо, это речьёт о средней энергии, пропорциональна температуре газа. Ну, мы, конечно, понимаем, что вот наш мысленный эксперимент, он был весьма-весьма надуманный, все молекулы были с одной скоростью, все они как-то двигались только в одном из трёх направлений, но этот результат этого вывода совпадает с результатом строгого, строгого вывода, строгого рассмотрения, распределения молекул газа по скоростям, по направлениям, всё там, всё соответствует. Ответ получается тот же самый. Е делить эпсилон делить на Т, эпсилон – это энергия молекулы, делить на абсолютную температуру, равняется константе. Ну, имеется в виду средняя энергия молекулы, повторюсь. Итак, в силу того, что давление – это одна треть от Nmv², отсюда выходит мысль, вот та самая, которую я вам словами озвучивал, про плотность и скорость, плотность газа и скорость молекул. Вот она какая у вас, скорость молекул, оказывается, корень квадратный из трёх p делить на ρ, 3p делить на ρ, 3p, 3 давление делить на плотность. Это вот скорость молекул. Вот можете сами взять справочник и с помощью калькулятора посчитать, с какой же скоростью движется молекула. Это полезно. Такой вот мыслительный процессор, его предпринять. Я хочу с вами потолковать ещё кое-чего о кое-каких формулках. Вот у меня сверху записано выражение для закона, я бы сказал, уравнения Менделеева-Клаперона. Вот в том виде, как я предпочёл. Количество молекул константа Больсмана и Т. Константа Больсмана – это некая константа, связывающая энергию молекулы с температурой. Ну, по порядку, а чему же она равна, пока вот не знаю. Пока не знаю. Молекулу в моём случае, это вот помните твой мысленный эксперимент, это шарик, который вот материальная точка, которая просто движется. Ну, со слов, так сказать, с моих слов, вы знаете, что даже если рассматривать это дело строго, не думать, что это какой-то ящик, не думать, что движутся они только в трёх направлениях выбранных, не думать, что они движутся все с одной и той же скоростью, что в этом случае результат всё равно тот же самый получается. Ну, можно в это дело, так сказать, логически поверить, но так оно и есть. А можно проверить, но для этого нужно в институт идти поступать, учиться. Это целая бодяга, скажу вам по секрету. Ну, ладно, поедем дальше. Что там у нас есть? У нас есть материальчик такой. Оказывается, N большое делить на объём – это та самая плотность пресловутая. Помните? Вот оно, N большой на объём. И вот я сейчас отсюда объём направо перетащу и получу вот эту вот вещь. Что же я получу-то? А у нас у меня ещё была такая формулка, что давление – это 2 третих N, значит, концентрация молекул, умножить на энергию одной молекулы, среднюю энергию. Так вот, а объём-то у меня, вот сейчас я перенесу и получу, что с одной стороны N, К, Т – это давление, а с другой стороны 2 третих N, Эпсилон – это тоже давление. И вот она, связь конкретная, прямая между энергией молекулы и абсолютной температурой. Вот она, вот она, смотрите, 2 третих энергии – это есть то самое К, Т. Вот она как получилась, 2 третих. Вот, большими буквами, огромная формула, Эпсилон равняется 3 вторых К, Т. Мудрые, красивые формулы. Что это такое, как это говорят, как это понимать? Вот говорят так, видите ли, вот та молекула, которую я сейчас рассуждал, она, так вот говорят умные люди, такие вот физики, всякие механики, она, говорит, в своем движении имеет 3 степени свободы. А там наука есть такая, механика, теоретическая механика, там всякие объекты изучают, сколько у них степеней свободы. Вот, например, у какой-нибудь, так сказать, вагонетки, которая может кататься по рельсам, у нее одна степень свободы. Вот она катается и катается вправо, влево, вправо, влево – одна степень свободы. Вот. А у чего-нибудь такого вот, ну, я не знаю, вы когда-нибудь, так сказать, Кульман видели? Такая штука, на чем чертежи чертят. И по Кульману ездит такая вот решина. Вот сама вот эта вот. Вот, а у ней 2 степени свободы – вверх, вниз, икс, 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 да? А вот у молекул 3 степени свободы, а не только ездит по плоскости, она еще и поднимается, над ней опускается. Сейчас кран – такая вот азартная игра, раньше была в магазинах, может, и сейчас есть. Опускает ребенок монетку, сейчас это, по-моему, 5 рублей, и, значит, выводит кран. Там у него 2 степени свободы – влево, значит, влево-вправо и ближе к себе, да? И, соответственно, она опускается. Бум! Цепляет игрушку или не цепляет, и тащит ее в лоток. Значит, ты выиграл или проиграл. Вот, однажды мой ребенок выиграл, говоря, еще о медведя таким способом. Вот, я хочу похвалиться. Ну, ладно. Так, похвальба – это похвальба, но вот молекула, которая имеет 3 степени свободы, имеет энергии 3 вторых КТ. Это, говорит, на каждую степень свободы, говорят физики, приходится половина КТ энергии, и начинает дальше рассуждать. Угу. Значит, вот такая вот эдакая молекула, как молекула, например, гелия, имеет 3 степени свободы. А вот молекула такая вот, имеющая вид палочки, да, палочка. Представляете палочку? Знаете палочку? Вот палочка. Палочка. Вот тут атом водорода, тут атом водорода. Это называется палочка. Вот я поближе сделаю его палочкой, да. Сколько у нее степени свободы? А у нее степени свободы больше. Давайте сейчас думать. Значит, во-первых, возьму левый атом за главный, да, вот у него 3 степени свободы, где он может оказаться. Раз, пуп, зафиксировали, 3 степени свободы есть. И кончик его, второй атом водорода, тоже может всяко крутиться относительно его. Как его можно задать положение? Вот представьте себе, один атом водорода, вот он у нас в центре шара находится. Ну, это как глобус или земного шара, или небесной сферы. А координаты другого как задать? А вот так же, как и земные координаты, широта и долгота, то есть еще 2 степени свободы. Вот оказывается, что у двухатомной молекулы, жесткой двухатомной молекулы, сразу я вспомнил, потому что еще одна степень свободы, дальше ближе, вдруг у нее расстояние меняется, да, я же вот, оказывается, у меня сжимается, вдруг она меняется еще, как пружинка. Вот если нет колебательных степеней свободы, то оказывается, двухатомная молекула уже имеет 5 степеней свободы. А трехатомная сколько? Как себе представить трехатомную молекулу? Значит, палочка и рядом еще один, ну, как треугольник. Вот гипотенуза, это вот была как двухатомная молекула, да, у гипотенузы, ей где поместится, у нее 5 степеней свободы. И вокруг нее крутится все остальное. А сколько бы не было уже всего остального, хоть 5, хоть 10 атомов, главное, что больше двух. Вот все остальное, еще одна степень свободы, получается 6 степеней свободы. А колебания, и они тоже какую-то роль играют. Ну, в общем, мы как-то вплотную с вами подошли к такому вопросу, который, наверное, можно было бы назвать теплоемкость газа. Теплоемкость идеального газа. Ну, газ, он сегодня идеальный, а завтра он приближается к реальному. Всяк тут бывает. Вот, ну, прям даже вот и не знаю, как. Наверное, пора заканчивать нам на этом деле. Теплоемкость – такая тема очень замечательная, интересная, да, это вот мне напоминает один случай. Я представляю сейчас себе мой разговор, ах, какая интересная формула, ах, какая красивая задача, ах, какой интересный вопрос, да, теплоемкость, как где-то что-то там еще. Это был такой случай, значит, представлять импульсный атомный реактор, вот, и вот, значит, там на нем всякие эксперименты проводят. Значит, импульсный атомный реактор, он для того и нужен, чтобы вырабатывать импульс нейтронов. Вот импульс нейтронов, а тут исследователи со своими там вот этими аппаратами, приборами, образцами, что-то там исследуют. Вот, и вот, значит, эти исследователи сидят где-то там в бетонированном здании. Нельзя сказать, чтобы душно, но жарко. Люди, уставшие, с утра таскали эти приборы с установки на установку, что-то там мерили. И вот выходит, там был такой совершенно очаровательный, уже немолодой дяденька, он был начальник установки, и видит женщину, такую скучающую, скучающую, грустную, повесившую нос, которая тащила свой осциллограф, чтобы что-то там регистрировать, мерить. И вот она усталая, и вот ему надо чем-то ее подбодрить. Он говорит, сегодня такой импульс был красивый, вот он так вот похвалился, да, типа, сегодня такое небо красивое, вот сегодня импульс был такой красивый. Ну, постороннему не понять, да, красоты. Ну, вот я пытаюсь вас сделать непосторонними. Вот сегодня тема такая была красивая, интересная, а в следующий раз еще красивее будет. Эх, дай Бог, чтобы поняли. Всего доброго вам, приходите к нам, будем вас смешить как можем. До свидания.